В торжественной церемонии официального открытия центра обслуживания клиентов приняли участие генеральный директор Россети Олег Будорогин, генеральный директор Кубани-Нерго Александр Гаврилов и городские власти Сочи. Первым клиентом стал заместитель главы города Виктор Филонов. Новый центр уникален. Здесь в одном месте можно решить практически все вопросы, связанные с работой электросетевого комплекса. Оформить документы на технологическое присоединение, направить обращение, оплатить квитанции. Для удобства специальные терминалы. Единственный законный способ подключиться к электрическим сетям и получать на законных основаниях электроэнергию, это обратиться сюда, в центр обслуживания клиентов. Здесь в одном здании, в одном помещении полностью окажут вам все услуги. Новый центр обслуживания в Сочи, который, кстати, самый крупный на юге России, это еще один шаг на пути упрощения процедуры присоединения к электросетям. Кроме того, реализована возможность подачи онлайн-заявки на технологическое присоединение в электронном виде через личный кабинет клиента на официальном сайте Кубанинерго. Потребитель может отслеживать заявку в режиме реального времени. Город Сочи у нас передовой во всех моментах. Мы должны были показать, что отношение к потребителю является основным и, самое главное, явным проявлением нашей работы, потому что мы клиентоориентируемая компания, и основной вид нашей деятельности – это надежное энергоснабжение и показательное улучшение качества обслуживания клиента. Замглавы города Виктор Филонов по достоинству оценил работу Центра обслуживания и получил памятный сертификат первого клиента. Один центр – это очень важно и очень необходимо. Поэтому я еще раз благодарен о том, что именно в городе Сочи, от имени всех наших горожан сказать спасибо Олегу Михайловичу сказали о том, что такой центр у нас появился. Сегодня в России уже работает более 700 подобных центров. Такие центры обслуживания сделали по стране и сделают в Сочи процесс технологического присоединения к сетям простым и комфортным, а энергетическую инфраструктуру доступны для бизнеса и рядовых жителей.